К депутату Государственной Думы Вячеслава Фетисова в его общественную приемную на школьной 24А приходят люди с самыми разными вопросами и просьбами. А чтобы многие из них можно было решить быстро, присутствует и глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. К примеру, жительницы деревни Мамонова, которые пришли с просьбой включить их частные дома в региональную программу развития газификации Московской области до 2025 года, именно здесь узнали, что ждать газификациям осталось недолго. Я очень рад, что у нас с Алексеем Петровичем очень хороший такой рабочий контакт. И вот даже одна из трех тем, которая была заявлена, была решена, люди ушли довольные. Андрей Лысак и Роза Бекаева из рабочего поселка Дрожжино пришли сразу с несколькими проблемами. Отсутствие пожарной части и ОВД, а также общественного транспорта с регулируемым тарифом. Особенно жителей беспокоит криминогенная обстановка на территории жилых комплексов Бутово-Парк-2 и Восточное Бутово. У нас видеоматериала для полиции прям предостаточно. Я не буду сейчас рассказывать про кражу велосипедов, про какие-то мелкие бытовые ссоры, которые там сплошь и рядом. Я говорю про такие вещи, где действительно есть угроза жизни и здоровью людям. Вячеслав Фетисов пообещал направить соответствующие инстанции депутатские запросы о включении строительства опорного пункта полиции и пожарной части в поселке в государственную программу «Безопасность Подмосковья». А глава округа добавил, что вопрос с общественным транспортом будет решен уже в следующем году. Мы постараемся сейчас тогда после вашего обращения забрать письменные ответственные транспорта, чтобы вам уже какую-то бумагу, которая будет подтверждена. А вот о проблеме, с которой обратились депутату Вероника Пугачева и Борис Бортников, телеканал «Видное ТВ» уже рассказывал в июне этого года. В Расторгуевской части «Видного» незаконно засыпал строительным мусором часть русла монастырского пруда собственник земельного участка, находящегося рядом. Они стали и дорогу прокладывать вокруг монастырск. Жители встали на защиту водоема и обратились в прокуратуру. Та установила нарушение – есть. Ордер на земельные работы администрация округа у собственника отозвала. Люди встали, остановили процесс, поменяли решение. И, конечно, это не может не радовать, с одной стороны, с другой. В общем, нужно разобраться, кто это разрешение дал. Мне кажется, наказать, чтобы было неповадно. Чтобы ликвидировать последствия, Вячеслав Фетисов предложил организовать там субботник. Этот, а также другие вопросы, озвученные на приеме, он взял под свой депутатский контроль. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.